Здравствуйте! Мы с вами продолжаем свойства трапеции. Значит, мы с вами решим задачи, как в прошлый раз, и повторим с вами свойства в ходе решения задач. Итого, первая задача. Биссектриса углов А и В при боковой стороне АВ трапеции АВЦД пересекается в точке Ф. Найдите АВ, если АВ дано и ВВ дано. Итого, у нас имеется трапеция. Биссектриса углов А и В при боковой стороне трапеции. Дано у нас АВЦД трапеция. А. Боковая сторона. Биссектриса углов А и В при боковой стороне провожу биссектрису углов. То, что это биссектриса, я здесь обозначу таким образом. Пусть это будет угол Альфа, и здесь тоже угол Альфа. Биссектриса угла АВ, мы с вами знаем, что биссектриса – это луч, который будет делить угол пополам. Поэтому здесь у меня получилось два угла бета. Так. Итого, биссектриса углов А и В при боковой стороне трапеции пересекается в точке Ф. Точка пересечения. Так. Итого, в нашей трапеции ВС получилось параллельно АД. АФ и ВФ – это биссектрисы. так здесь немножко красоту на виду получились не так bf биссектрисы они пересекаются в точке f а f пересекает bf в точке f найти а b если а f равно 24 bf равно 10 и мы с вами должны идти а б решение ну во первых мы с вами помним что две стороны параллельны при параллельных прямых и секущей образуются односторонние углы и сумма этих односторонних углов будет 180 градусов так и того bc у нас параллельно а д а а б у нас секущая так тогда угол а плюс угол b это равно 180 градусов я в скобках напишу что это односторонние углы сделаю такие пояснения причем я обязательно пишу при каких параллельных прямых и секущей что я тогда получаю я получаю 2 альфа плюс 2 бета равно 180 градусов я вижу что все коэффициенты пропорциональной двойки отсюда я получаю что альфа плюс бета равно 90 градусов тогда рассматривая треугольник а б.ф. по теореме а сумме углов треугольника я получаю что он у меня прямоугольный угол а fb равен 90 градусов и в этом треугольнике у меня известны две стороны значит я применю теорему пифагора следующий шаг давайте мы с вами на наберем красоту это у нас первый момент был что мы с вами сделали мы с вами доказали что треугольник прямоугольный и во вторых в данном треугольнике мы с вами применим теорему пифагора так и того в каком же это было треугольники треугольники а.б.ф. применим теорему пифагора теорему пифагора и по теореме пифагора у нас получится квадрат гипотенузы а.б. в квадрате равно мой сумме квадратов катетов мы с вами получим что а.б. равно 26 ответ задачи 26 так и того что мы с вами здесь применили нет мы с вами использовали следующее свойство что при параллельно ой двине что при параллельно прямую а параллельно b и секущей с секущая сумма двух односторонних углов 180 градусов у нас здесь было 2 альфа и 2 бета это вот 2 альфа плюс 2 бета равно 180 градусов так вот это свойство мы с вами применили при решении данной задачи приступим к следующей задаче она у нас тоже на доказательства уже имеем трапецию диагонали трапеции разбивает ее на четыре треугольника докажите что треугольники прилежащие к боковым сторонам равна велики диагонали трапеции разбивает ее на четыре треугольника пусть а.б.с.д. у нас трапеция пусть п . пересечения данных диагоналей мы с вами должны доказать что площадь треугольника а.б.п. равна площади треугольника c.п.д. это не равные треугольники но они равновеликие это как ваши квартиры они могут иметь разную планировку но быть равновеликими по площади значит нам нужно доказать что эти два треугольника равновелики доказательства во первых мы с вами заметим что площадь треугольника а.б.д. равна площади треугольника а.с.д. почему потому что у них одно и то же основание а.д. и одна и та же высота которая является высотой трапеции так что сделаем дальше чтобы получить площадь треугольника а.б.п. мы с вами из площади треугольника а.б.д. вычтем площадь треугольника а.б.д. чтобы получить площадь треугольника c.п.д. из площади треугольника а.с.д. мы вычтем площадь того же самого треугольника а.б.д. а так как мы с вами знаем что площади данных треугольников равны значит из равных площадей мы с вами вычитаем площадь одного и того же треугольника тогда получается отсюда что у нас площадь треугольника а.б.п. равна площади треугольника c.п.д. что требовалось доказать и того возвращаясь к первой задаче у нас была трапеция а.б.c.d у нас были отрезки b.f.a.f. известны мы с вами нашли боковую сторону а.б. сейчас здесь в данной задаче нам нужно найти расстояние от точки f до оснований и до боковой стороны а.б. ну во-первых мы с вами можем доказать что все эти расстояния равны между собою следующим образом из точки f мы с вами опустим перпендикуляр перспективуляр на сторону а.б. к.п.д. основание перпендикуляры обозначим через точки к.p. из точки f опустим перпендикуляр на основание а. 도. и основание обозначим через буковку n так потому что? расстояние от точки до плоскости эта длина перпендикуляра Теперь мы хотим с вами доказать, что данные отрезки у нас равны между собой. Тогда вместо трех вычислений мы с вами сделаем всего одно вычисление. Что мы с вами получаем? Мы с вами получаем, что треугольник БКФ прямоугольный, треугольник БМФ прямоугольный и два прямоугольных треугольника равны по гипотенузе и острому углу. Давайте я запишу. Треугольник БКФ равен треугольнику БМФ как прямоугольный по гипотенузе и острому углу. Отсюда следует равенство отрезочков МФ равно КФ. Дальше треугольник АМФ равен треугольнику АНФ тоже как прямоугольный по гипотенузе и острому углу. Отсюда следует, что отрезок МФ равен отрезку ФН. Из последних двух равенств мы с вами получаем, что отрезочек МФ равен отрезку КФ и равен отрезку ФН. То есть это все одни и те же отрезочки. Каким же образом мы с вами найдем длину этих отрезочков? Мы с вами в прямоугольном треугольничке можем использовать пропорциональность отрезка в прямоугольном треугольнике. Напоминаю, общепринятое обозначение катеты, гипотенуза, высоту проведем. Здесь проекция катета на гипотенузу, проекция катета на гипотенузу. И здесь мы с вами можем использовать следующую формулу, что квадрат гипотенузы равен произведению гипотенузы на проекцию катета на гипотенузу. И отсюда мы с вами можем найти проекцию и соответственно высоту. Мы с вами повторили некоторые свойства трапеции. Мы с вами повторили признаки равенства прямоугольных треугольников. Ну и пропорциональность отрезка в прямоугольном треугольнике. Надеюсь, занятие было для вас полезным. Спасибо за внимание.